Встречаем. Продолжает наше выступление. Он нам расскажет про RTCP. Всем здравствуйте. Зовут меня Александр. Коротко о себе. Занимаюсь Астером тоже довольно давно. Затрагивал, наверное, все, что касается Астера и разных интеграций, разных сторонних систем. И, знаете, всегда с самого старта у Астера была проблема качества. Даже сейчас, когда у нас везде оптика, везде тот же QoS настроен, бывают проблемы, что меня не слышно, тебя не слышно и так далее. Видите, вот меня не слышно. Именно про это я хочу рассказать, что есть для контроля нашего качества, нашего RTP, медиапотока. Есть протокол, который называется RTCP. Протокол управляет управлением передачей медиаданных в реальном времени. Главная задача этого протокола является обеспечение обратной связи для контроля качества. Протокол RTCP используется для получения информации о такой информации, как, например, кодек, задержка медиапакетов при передаче, джиттера, уровень звукового сигнала и так далее. Потерь пакетов. То есть, по сути, собрав информацию из RTCP протокола, мы можем получить полную картину о том, на каком уровне, в каком качестве был совершен звонок. Типы сообщения RTCP, SR, sender report, то есть отчет отправителя о том, что там происходило с медиаданными и так далее. Receive reporter, то есть отчет о том, о получателе, то есть как он получил медиаданные. Дополнительные S-Dest, Buy и Application, это дополнительные типы сообщений. Мы их не будем сейчас рассматривать. Мы будем говорить только о мониторинге, о статистике. Есть такие монстры, как VoIP Monitor и Manage Engine. Они представляют из себя, имеют продукты, готовые для анализа VoIP трафика. Они именно этими занимаются. Они анализируют RTCP трафик в вашей сети и на базе этого строят красивые графики, показывают вам красивые циферки, и так далее. Это все, конечно, классно, но эти монстры стоят так же, как и монстровы, как и их продукты. То есть хороши, но дорого. Астерис, поскольку open source, и все, кто его используют, все-таки стараются хоть как-то сэкономить, либо всегда сэкономить. Поэтому следующий слайд я бы хотел сначала туда вставить третьего монстра, но он еще в разработке, поэтому я про него не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как собрать данные о медиапотоках, сохранить их и понять, что они означают. Есть такое понятие, как MOS. Это усредненная оценка разборчивости речи. Шкала у нее от 1 до 5, то есть 5 отлично, 4 хорошо, 3 уже не очень, 1 вообще нереально. Значит, оценки от 3,5 более-менее приемлемы для стандартового разговора, качественного разговора. Грубо говоря, что такое MOS? Чтобы было более понятно, это взять человека, дать ему запись разговора, он ее прослушает и скажет, ну, по пятипальной шкале я дам ему 4. Вот примерно так оценивается MOS. Но, опять же, мы живем в век цифровых технологий и должны видеть цифры, должны видеть реальные данные. Таким же параметром оценки качества голоса является R-фактор. R-фактор более сложный. Его шкала от 0 до 100 и он рассчитывается из конкретных данных. То есть из данных, которые получаем из RTCP протокола. Это данные о задержке, это данные о потере, это данные о количестве пакетов, которые были переданы, это кодек и так далее. Там очень-очень много параметров, которые собираются в кучу и выводятся, скажем так, одной цифрой от 0 до 100. Пытался вчера где-то до 5 утра найти более простую, скажем так, и формулу расчета R-фактора. Не получилось. Но, может, оно и не нужно, потому что рассчитывать R-фактор мы не будем. Мы будем использовать те данные, которые дает нам астериск. И нам, в принципе, для понятия, насколько был качественный разговор, этого хватает. Опять же, между MOS и R-фактором есть образное такое сравнение. То есть MOS 4.4 максимальный. Это, кстати, максимальное значение, которое может быть в звонке, идеальном звонке, без потерь, без ничего, в формате G711. Чем больше сжимается голос, тем ниже MOS и тем ниже R-фактор. Ну, примерно так выглядит таблица. Опять же, тот же VoIP Monitor и VoIP Analyzer, Manager Engine, они выдают именно эти параметры и выдают картинки, выдают циферки. Не знаю, скорее всего, хоть кто-то из вас устанавливал и пробовал их демо. Довольно интересные продукты, очень хорошо все это показывают, но не знаю, мне в практике они никогда не пригодились. То есть поиграться можно, но когда нужно, он не расскажет тебе то, что нужно. Когда тебя спросят, не найдешь эту инфу. Давайте перейдем из такого мини-интро в RTCP, конкретно к астериску. И что мы можем в астере получить от RTCP протокола. Значит, в астериске есть команды, целая команда, RTCP set debug, которая, по сути, включая debug, то есть все RTCP сообщения, которые приходят к астеру от звонка, мы их видим просто в консоль. Ну, довольно много сообщений сыпься. Опять же, все зависит от того, сколько сейчас звонков и так далее. И данные, я бы не сказал, что прям там сильно понятные. Расскал бы лучше непонятные вообще. RTCP set stats, то есть включает или выключает сбор статистики. Сбор статистики нам понадобится дальше для того, чтобы собрать именно параметры, которые там нам нужны. Одна из самых, скажем так, распространенных команд, где участвует RTCP, это SIP show channel stats. Эта команда выводит список текущих каналов со статистикой RTCP. Значит, пример покажу чуть дальше. Также появляется функция channel. В функции channel появляется RTP, QS, аудио, видео, либо текст. И all. Там есть дополнительные параметры и аргументы, которые можно скармливать. Но опять же, не совсем допилили в астере это все и не все работает. Ну, примерно вот так выводится, то есть jitter и так далее. Сейчас разберем. Пример из консоли. Я думаю, вы не раз видели и не раз использовали такую команду для того, чтобы убедиться, что происходит сейчас с вызовами, в ком они качества и так далее. То есть можно увидеть, сколько пакетов отправлено, duration, то есть сколько времени идет вызов, процент потерь. Сейчас там 0.04. Это очень мало. То есть звонок можно считать, что в отличном качестве. Не удалось мне вчера сделать так, чтобы потерялись пакеты, поэтому только хорошие звонки мне. Опять же, используя команду Edge Linux, можно запустить и постоянно мониторить изменения и в реалтайме получать у Duster данные по QoS, то есть в каком качестве у нас сейчас идут звонки. Дополнительные переменные, которые назначаются в астериске после завершения звонка. Значит, общие данные у QoS, данные у jitter, у потери и так далее. Могу сразу сказать, что из всех этих переменных, не знаю почему, но работают только первые, остальные все по нулям. Я пробовал разные версии, можно мета спросить, почему не допилили. Но, по сути, из первой переменной мы можем вытащить абсолютно все данные, которые нам нужны. Опять же, тот же jitter, то есть различие в задержке между полученными пакетами, roundtrip и так далее. Кроме команд и функций, в астере добавляется ami event. Вчера мне Максим прислал письмо, оказывается, еще и в арии эти event тоже сыпятся. Значит, ami event более информативны, содержат очень много RTCP данных. Все мы не будем рассматривать, я просто их выложил, чтобы было понятно, что их много, их нужно собирать. В чем плюсы ami? Значит, вызов это продолжается, то есть вызов за все время звонка постоянно генерирует RTCP event. Соответственно, для того, чтобы получить четкое понимание того, что вызов был в хорошем качестве в начале или в конце, или там где-то посередине у него был скачок, то есть нужно постоянно ловить эти event и записывать. Функции и переменные, которые записываются после завершения звонка, они общие. То есть общая статистка собралась и вывела нам данные. Они, конечно, помогают нам, но не настолько. Кроме того, если мониторить event, то есть RTCP event, то мы можем по сути real-time строить графики, можем, грубо говоря, в случае того, что вызов сейчас обнаружили, что он в плохом качестве, мы можем предпринять какие-то дополнительные действия, например, перезагрузить там что-то и так далее. То есть это все позволяет именно мониторить в онлайн времени. И опять же, тот же мониторинг и оповещение можно цеплять к этим event и так далее. Что касается параметров, которые мы можем получить из астера, то есть из того, что работает, из переменных по окончанию звонка. Это packet loss, сколько пакетов потеряно. Менее 1% это нормальное качество, 3 уже хуже чуть-чуть, 6 плохое, 10 скорее всего вообще не разобрать, что там было в этой речи. И опять же, поскольку эти данные поступают только в конце самого звонка, то есть непонятно, они могли собраться, то есть потери могли быть только в начале звонка, потом пошло все нормально, либо в конце. Но все равно они могут нам помочь, что нужно дальше что-то с этим делать. Delay, roundtrip, jitter и так далее. Не успеваю, у меня там 5 минут, поэтому придем дальше. Примеры, тоже плохо видно. Давайте расшифровку посмотрим. Что мы получаем из астера? Rix count, то есть номер, сколько пакетов было отправлено, получено, извиняюсь. LP, то есть сколько было потеряно, и jitter. То же самое для отправителя, то есть мы получаем, сколько он нам отправил, сколько пакетов потеряла удаленная сторона, jitter и RTT, то есть время прохождения сигнала в двух направлениях, туда и обратно. Как определить качество разговора? Проще всего, да, наверное, записать его и прослушать, и сказать, что да, было плохо, или да, было хорошо. Можно даже использовать не микс-монитор, а более четко, наверное, монитор использовать, и потом микшировать эти записи, чтобы можно было в стерео слушать двух собеседников отдельно. Можно использовать онлайн, ChancePy, чтобы слушать, что происходит сейчас на канале. Но это все такие детские игрушки. Нужно использовать RTCP и данные, которые получаем мы по завершению вызова, ну, например, записывать в базу. В CDR. Значит, начну задалека, то есть коротко по настройкам, то есть чтобы добиться того, чтобы в наш CDR попали данные о качестве звонка. Значит, поскольку MySQL напрямую не поддерживается уже, то я решил показать конкретно, как настраивается через UDPC MySQL, да, CDR, примерно так это выглядит. Цветами я специально выделил, чтобы было понятно, какой параметр из какого файла там связывается. Что многие очень с настройкой UDPC MySQL огребают. На самом деле все очень просто в настройках. Значит, что нужно добавить? Нужно добавить в CDR Adaptive UDPC дополнительные поля, алиасы, да. То есть, по сути, первое – это переменная CDR, второе – это значение, то есть имя таблицы в базе. Значит, Extensions Conf, опять же, все мы прекрасно знаем, что вызов, полноценный вызов, состоит из двух частей. То есть канал между нашим телефоном и Астериском, и второй канал, который Астериск отправляет к провайдеру. Соответственно, нам нужно получить данные с двух сторон. И со стороны провайдера, и со стороны внутри локалки. Соответственно, для этого мы используем два контекста. Я их назвал QSCL. Что тут коротко? Значит, используется функция RTP Audio QS. Из нее при помощи ката вырезаем именно те данные, которые нужны. То есть сколько потерь, джиттер, сколько отправлено, сколько получено пакетов, сколько удаленных пакетов не получится. Ниже я еще даже добавил математическую функцию банальную. То есть в RTP Audio QS нет процентного соотношения, сколько процентов потерь. Поэтому просто из всего отправленных и из потерянных пакетов мы сами это вычисляем. То же самое делаем для транка, то есть для стороны провайдера. И теперь, ну, расшифрук мы прошли. Самое интересное. Как заставить вызов попасть в эти контексты, чтобы они записались у нас. Значит, для каждого транка, для каждого экстеншена мы добавляем параметр set var, куда указываем channel hangup handler push. и по сути это go sub из SIP настроек. То есть при завершении звонка, при hangup канала вызов уйдет не в extension hash, уйдет сначала в hangup handler, потом продолжится. То же самое делаем для наших пользователей. В результате мы получим вот такой вот вывод. вот примерно. Отдельно для клиента и отдельно для провайдера. Соответственно, в нашем CDR, в этих полях, они заполнятся данными. Ну, из основных, это понятно, Rx loss, то есть процент, потерь. Если есть потери, опять же, больше 1-2 процентов, это уже плохо. Почему я решил разделить их именно каналы и провайдеров и внутренних? Чтобы было понятно, в какую сторону копать, где плохая связь. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо. А вопросы? К Александру нет вопросов, что ли? Вот Игорь сейчас задаст интересный вопрос. А зачем это все? Как это применить на благо Родины? У меня другой вопрос. Сначала, а ты пробовал сравнивать полученные цифры с в IP-монитором? Нет, не пробовал. Сюрприз ждет. Ты хочешь сказать, что отличается? Очень сильно. Но могу сказать, что я… Все, что касается переменных, это относится к chance-sip. В pg-sip там чуть по-другому все и больше намного возможностей. Я даже просто советую сравнить данные, что пишет в IP-монитор по реальному трафику, по пакетам. Он считает пакетики. Ну да, он собирает просто все в сетей. И что, скажем, собирается по RTCP. Часто эти данные не отражают действительность. В RTCP есть большие проблемы. Сравню, конечно. А вообще, можно же в IP-монитор поставить рядом с Asterisk. Он будет все это считать. Но он денег стоит. А вопрос, снифер не стоит ничего. Снифер не стоит денег? Open source, честно. Ну а что он даст снифер? Он тебе все посчитает. А, он посчитает даже все. Конечно. И в базу запишет. Так, снова мы вернулись в дискуссию. Игорь решил свое мнение высказать на этот счет. Спасибо. Так он те же данные ложит. Ну так то же самое, что и в Aster. Aster врет. Хорошо, мы это поняли. Aster врет. Как говорил доктор Хаус. Давайте следующий вопрос, пожалуйста. Ну как я понял, данная методика, она необходима для того, чтобы обнаружить, на каком участке у нас соответственно теряются пакеты. Правильно? Да, все верно. И в какое время, то есть на каком вызове. Но постоянно все равно не используются, потому что, как правило, люди транспорт UDP предпочитают, а не TCP. Это и есть UDP. То есть RTP бегает, неважно, он бегает по UDP только. RTCP сам, это мониторинг, как прошел RTP поток, медиа данные. Ну а как мы получим тогда по UDP данные о том, получили мы пакет или нет? RTCP это протокол, это не транспорт, не TCP или UDP. Все, извиняюсь. Это можно на постоянной основе собирать данные и в случае того, чтобы были какие-то проблемы, это можно будет быстро найти. Когда писать оператору заявление на перерасчет? Ну да, оператору, провайдеру связи и так далее. Саша, уйди. Времени нет. Всем добрый вечер. Все классно. Первый момент комментарий человеку. Прежде чем писать что-то оператору, надо сертифицировать все то, о чем мы здесь говорили. Иначе оператор вас поцелует. Ну или вы поцелуете оператора. Там, да. Меня интересует просто, ну, для полноты картины, хорошо все DR мы это складываем, а отрисовывать мы как это там будем потом? Или речь просто шла о том, что мы в базу просто положили? Я говорю о том, что просто кладем в базу, а отрисовывать это уже не дело астерискера. Ну, есть там всякие PHP программисты, 1S программисты могут рисовать тоже на HTML и так далее. А еще очень часто бывает, что жалуются сами пользователи внутренние на то, что плохое качество связи. Или там, не знаю, часто очень операторы, да, закидывают трубку, говорят, что вот я его не слышал, и извините, а тут начальник говорит, блин, как, что? Вот это экране. Если выводить такие данные, то можно четко аргументировать, что извини, ты все слышал, просто не хотела договориться с человеком и так далее. Давай, Алексей. Один интересный вопрос будет сейчас. Слышно меня? Да. Про АМИ был момент. Какие привилегии нужны для менеджера астериска? Наверное, там поток сообщений будет адский. Нет. Нет, привилегии режут ивенты, это явно. А тестил нет или на полных правах тестил? Я на полных правах, честно, тестил, не смотрел. На полный репорт. Ну, репорт, скорее всего, да. Репорт. Или эвент. На чтение репорт, наверное. На чтение, конечно. Ясно. Все. Спасибо за вопросы. Поблагодарим Александра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.